Это самое запрашиваемое видео у меня в инстаграме. Всем приветик, ребята! Сегодня я снимаю для вас самое долгожданное и запрашиваемое видео. Видео о истории моего похудения. Практически 90% моего директа завалено вопросами, как я похудела, за сколько я похудела, что меня подтолкнуло на похудение. Поэтому сегодня я вам подробно расскажу, почему я решила похудеть, за сколько, как, и дам вам какие-то советы, и расскажу полностью свою историю похудения. За целое лето я сбросила 15 килограмм. Охренеть, 15 килограмм! Значит, на протяжении 5 лет уже я пыталась похудеть. Начиная с 13 лет, у меня это началось в школе, когда я еще училась в России. Не знаю почему, меня никто не обижал, я просто почему-то решила похудеть. Я перепробовала различные диеты, я ограничивала себя в питании, я голодала, я считала калории, что я только не пробовала, но я никогда не доводила это дело до конца. Я могла похудеть там килограмма на 3-4 за время какой-то диеты, которую я находила в интернете, любимая, питьевая, шоколадная, все что угодно. Я видела результат, мне нравилось, но я срывалась и думала, все, я могу кушать все что угодно, я не поправлюсь, нифига. А вес возвращался обратно. На данный момент я вешу 55 килограмм при росте метр 75. Вы, наверное, сейчас считаете и думаете, неужели я могла весить 70 килограмм. Мой критический вес это был 70 килограмм, но он был у меня всего лишь один раз, когда мне было 16 лет. Сейчас мне 18 лет и можно сказать, это похудение в осознанном возрасте я начинала с веса 67-68 килограмм. Почему я вообще решила похудеть? Как я уже сказала, у меня с детства все равно присутствовал внутри какой-то комплекс, потому что я не могла пойти в магазин и купить ту одежду, которую я просто хотела купить и надеть. Все это время я знала, какой фасон вещей конкретно мне подходит, я ходила в магазин и подбирала вещи под свою фигуру. Это была первая и главная причина, то, что я хотела носить то, что мне нравится, а не то, что мне подходит. Вторая причина была в том, что у меня такое строение фигуры, то, что у меня, если вы знаете, есть разные типы, яблоко, песочные часы, груши и все такое. У меня песочные часы, но у всех жир в теле откладывается по-разному. У меня он откладывался в нижней части живота и в ляжках. Я всю жизнь очень комплексовала насчет своего животика. И то я сейчас похудела, и я до сих пор кровью и потом работаю над тем, чтобы он был у меня плоский и идеальный. Я поставила себе цель этим летом избавиться от всех своих комплексов. И это включало в себя похудение и эти ненавистные 15 килограмм. Также я каждое лето, когда возвращаюсь с учебы с Сингапура в Испанию к родителям, у меня здесь есть все ресурсы в плане жизни, продуктов и возможностей. Я могу делать то, что я хочу. У меня есть спортзал дома, я могу заниматься собой своей красотой и здоровьем. Поэтому этим летом я решила заняться собой по полной программе, как физически, так и морально. И поставила себе очень много целей. У меня, кстати, есть специальная доска целей, и я каждое лето ставлю себе определенные цели, если кто не знал. Это вообще тема, это сбывается. Помимо похудения, одной из целей у меня была попробовать себя в плане модели. Потому что я всегда мечтала ощутить на себе, каково это ходить на кастинге. Хотя я до этого уже ходила на кастинге, но у меня в голове была мечта попробовать себя моделью в агентстве Элит. Это самое, наверное, ведущее и известное агентство по всему миру. Как раз у них кастинг Элит Модел Лук, который проходит один раз в году, он проходил во Барселоне. Именно в тот момент, когда я вернулась в Испанию после Сингапура. Это также сыграло роль, тут как бы все вместе, одно от другого зависело. За сколько я похудела? В общей сложности я начала худеть с середины июня. То есть, если посчитать, это получается ровно три месяца. И самое главное и самое интересное, как я похудела. Два ключа к успеху это спорт и питание. Я не говорю правильное питание, потому что я не совсем правильно питалась при похудении. Так что я сразу вас предупреждаю, это видео очень честное. Не обязательно делать так, как я это делала. Я всю жизнь занималась спортом, я занималась художественной гимнастикой 7 лет. И для меня спорт это уже какая-то составляющая жизни. Это было легко добавить какие-то упражнения по спорту, чтобы помочь мне потерять вес. Я занималась спортом каждый день. Сделала те упражнения, которые может делать любой человек в домашних условиях. Это не требует никакого определенного места, никаких дополнительных каких-то приспособлений. Сделала кардиотренировки, но я не бегала. Потому что два года назад, когда я опять в очередной раз хотела похудеть, я начала заниматься бегом. И я бегала по час в день, каждый день, кроме субботы и воскресенья. У меня так накачались игры. И мне это настолько не нравилось. Я хотела видеть стройные худые ноги. Они были у меня стройные, но они были какие-то... Я не знаю, мне просто больше нравится, когда нога более прямая, нежели какая-то рельефная. Так что в этот раз, когда дело зашло за спорт, для того, чтобы скинуть килограммы, я решила то, что бегать я больше не буду, крутить велосипед тоже. Я решила найти в интернете, в ютубе, кардиотренировки, которые помогают сжигать жир. У меня есть два любимых видео урока, по которым я занимаюсь каждый день. Ссылки на них я оставлю под этим видео. Это видео-уроки, которые длятся от 25 минут до 45 минут. И они включают в себе безостановочные, какие-то легкие упражнения. Лично для меня это просто кайф, потому что я включаю свою любимую музыку. И мне это очень нравится. Я поменяла батарейку в камере, так что ракус немножко двинулся. Первое время мне было тяжело заниматься каждый день без выходных. Но потом это просто вошло в привычку. И я безумно полюбила именно конкретно эти упражнения. Если вдруг я пропускала тренировку по какой-то причине, я чувствовала себя неполноценно, что ли. Потому что эти тренировки мне давали такой заряд энергии и полноценности, что это просто вошло в мой образ жизни. Очень важно, если вы хотите похудеть, у вас есть цель, поменяйте полностью свой образ жизни. Спорт должен быть одной из его составляющих. Что касается моего питания, я начинала худеть с правильного питания. Первые две недели июня я себя ограничивала только в сладком, жареном, масле и всем вредном. Короче, я питалась только натуральными продуктами. И я питалась три раза в день. На завтрак я могла там съесть овсянку, на молоке, на обед курицу с овощами. И на ужин я могла выпить сакан кефира и съесть овощной салат. Я начала худеть, и первые килограммы ушли достаточно легко, но потом вес остановился. И я решила то, что это для меня слишком медленно. Еще был, как я уже сказала, этот кастинг в агентство Элит. Поэтому мне нужно было поскорее избавиться от ненавистных килограммов. И я решила отказаться от мяса и лактозы. То есть я не ела ни курицу, ни рыбу, ни морепродукты, ни мяса. И я исключила также из своего рациона все продукты, которые содержали лактозу. И заменила их на соевое молоко, миндальное молоко, то есть растительное. Грубо говоря, я какое-то время была сыроедом. То есть я ела одни фрукты и овощи, и пила растительное вот это молоко. Я предупреждаю то, что не нужно худеть так же, как я, потому что это неправильно. У меня пострадали волосы. Они у меня до сих пор очень сильно выпадают, потому что у меня в крови не хватает железа. А железо содержится в красном мясе. Также, когда я была сыроедом, я устраивала себе разгрузочные дни на воде один раз в две недели. Я пила только одну воду. На самом деле разгрузочные дни это вообще тема. Когда вы день пьете воду, у вас, можно сказать, вкусовые рецепторы, они как-то восстанавливаются. И потом вам любая еда кажется вкусной. Я могла там есть помидор и кайфовать от того, насколько просто помидор вкусный сам по себе. Также я подсчитывала калории и ела около 700 калорий в день. Это очень мало, я знаю. Но мне нужно было для кастинга как раз-таки в тот момент ограничить себя, чтобы побыстрее похудеть. На данный момент я вернулась к правильному питанию. Я ем мясо, я ем лактозу, я ем все, что я хочу сладкое, соленое, просто в маленьких количествах. Занимаюсь спортом каждый день. И также раз в неделю устраиваю себе так называемый чит-дей. Мне это посоветовала моя подруга. Я прочитала, что это такое вообще в интернете. И на самом деле это тоже очень крутая вещь. Раз в неделю вы можете есть все, что угодно. Ну, естественно, в умеренных количествах. Там чипсы, любите вы чипсы, ешьте чипсы, печенье, ешьте печенье. И за счет этого вы не поправитесь. Потому что если вы питаетесь правильно, у вас метаболизм работает тоже правильно. И этот один день, так называемый чит-дей, он только ускорит ваш метаболизм. И на следующий день вы даже похудеете. Это вся моя история похудения, мне кажется, во всех деталях. Всем худеющим девочкам я могу дать совет. То, что если вам это надо, и вы этого очень сильно хотите, то вы похудеете. А если вам и так хорошо, то вы просто-напросто ищите для себя какие-то отговорки. Также, пожалуйста, помните то, что если ты с ростом метр семьдесят весишь пятьдесят килограмм, худеть не надо. Я весила шестьдесят восемь килограмм при росте метр семьдесят пять. Это для меня было много. Но если у вас нормальный здоровый вес, то не надо сходить с ума по этим непонятным стандартам красоты. Потому что в наше время это очень легко сделать. Так как везде кругом одни красивые люди. И также, девчонки, когда вы худеете, устраивайте себе поблажки. Только один раз в неделю это позволит вам все время держать себя в строю, не срываться. И вообще поменять свой образ жизни в лучшую сторону полностью. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео у меня не выйдет длиной в тридцать минут. Потому что я очень долго говорила. Но я надеюсь, что я ответила на все ваши неотвеченные вопросы. Полностью честно вам рассказала свою историю похудения. Ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Если вы новенький, добро пожаловать на мой канал. Я вас всех безумно люблю. Целую, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok